МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Красноармеец", Александр Матросов, комсомолка Зоя Космодемьянская, отважные панфиловцы. Кто из нас не знает этих героев Великой Отечественной войны? Однако в конце прошлого века, когда были рассекречены многие архивы, открылись поразительные факты. Выяснилось, что наша военная история была изрядно подкорректирована, и многие герои оказались скорее литературными персонажами, нежели реальными людьми. Если это так, кто их выдумал и зачем? -"Велика Россия. Отступать некуда". Эта знаменитая фраза героя-панфиловца Василия Клочкова вошла во все советские учебники истории. Кадры из киноэпопеи «Битва за Москву». Один из центральных эпизодов героического полотна – подвиг панфиловца. Актер Валерий Баринов сыграл в фильме одну из ролей. Нет, не героя панфиловца. Обычного человека из народа. Но настроение ленты хорошо ощущает и сегодня. Ситуация-то была катастрофическая. И все работало не просто на победу, а на спасение. Страну надо было спасать. Надо было спасать Москву. Айгуль Байкадамова – внучка того самого генерала Панфилова. Каждый год она посещает мемориал героев 316-й стрелковой дивизии в Казахстане. Историю панфиловцев знает по рассказам родителей и друзей деда. В дивизии воевал сын Чапаева. В математике есть закон парных случаев. В свое время Иван Васильевич Панфилов в гражданскую войну воевал в Чапаевской дивизии. И сын Василия Ивановича воевал в дивизии деда. Это уникальный случай. Публицист Анатолий Вассерман живет в Москве на улице Героев Панфиловцев. Известного эрудита заинтересовали подробности истории легендарных бойцов. Эта дивизия пару месяцев задерживала немцев. Это было совершенно невероятно. Особенно учитывая, что немецкие силы на этом участке превосходили наши даже не втрое, что считается достаточным для успешного наступления, а едва ли не в десятеро. Как известно из учебников истории, немецкие войска вплотную подошли к Москве в ноябре 1941 года. Они остановили на уже на ближайших подступах к нашей столице 53 танка. Представьте, ни три, ни пять, даже ни десять, ни двадцать, а 53. Бывший солист группы «А-студио» известный музыкант Батырхан Шукенов вспоминает. В СССР панфиловцев буквально канонизировали. Когда я учился в школе, мы знали эти имена и помнили. Алья Молдогулова, Маншот Маметова, Толгат Бегельдин, Нуркен Абдиров, 28 панфиловцев. Батальон, который был сформирован в Алмате генерал-майором Иван Васильевичем Панфиловцем. Так почему же сегодня их подвиг подвергается сомнению? И почему после войны главная военная прокуратура СССР начала расследование дела панфиловцев? Сейчас известно, что очень многие подробности этого подвига перепутаны, многие придуманы самими журналистами. Осенью 1947 года в Харькове за измену родине был арестован Иван Добробабин. Среди его вещей нашли книгу о 28 героях панфиловцев. Следователи были потрясены, когда узнали, что задержанный – один из легендарных бойцов. Основная сенсация политическая для высшего руководства, что один из панфиловцев, фамилия Добробабин, не только не погиб, но потом был взят немцами в плен и служил в немецкой полиции. Причем не только не просто полицаем, а начальником местной полиции. Добробабин был лишен звания героя и сослан в лагерь. Но на этом история официально погибших панфиловцев не закончилась. Кто-то попал в немецкий плен, вернулся. Кто-то вообще не знал, что это произошло, был по госпиталям. Всем тихо выдали, кто обращался. Звезды героя Советского Союза – это 5 или 6 человек. Так что же в рассказе о 28 героях-панфиловцах правда, а что литературный вымысел? О героическом подвиге панфиловцев впервые написали журналисты газеты «Красная звезда». Долгое время считалось, что эту историю им поведал умирающий в госпитале боец дивизии. И погибая, как это писалось в газетах, они уничтожили 18 танков, все погибли. Осенью 41-го года главный редактор газеты «Красная звезда» Давид Ортенберг вызвал к себе журналиста Александра Кривицкого. Главред только что прочитал очерк о жестоком бое под Волоколамском. Но в нем не хватало и имен отважных бойцов. И их точного количества. 30, это определил Ортенберг, что была видимость героизма, то есть соотношение небольшой группы солдат и такого же количества танков. Остановить 40 танков, то есть на каждого больше. Вот, это придумал Ортенберг. И, значит, такой вот 28 человек взяли, ну, из списка личного состава. Ну а что же со знаменитыми словами политрука дивизии Василия Клочкова? Тоже творческая находка. Слова о Велика Россия, отступать некуда позади Москва, их придумал, о чем сам признался, литературный редактор от газеты «Красная звезда» Кривицкий. Однако 316-я дивизия все-таки существовала. Один из полковых командиров Илья Капров на допросе в прокуратуре также подтвердил, что и бой под Волоколамском действительно был. И панфиловцы сражались героически. Но погибло больше сотни бойцов. Действительно, если там было не 28, а рота где-то в 140 человек, которые немцы полностью смели. И осталось там 25-30 человек живых от силы. Но разве то, что произошло на самом деле, не подвиг? В таком случае возникает вопрос. Зачем были нужны пропагандисты-сказочники? Они прежде всего нужны были командованию армии, дивизии и так далее, для того, чтобы прикрыть какое-то крупное поражение своих войск. Вот там полк этот панфиловцев был разгромлен фактически. Его командиры и комиссары хотели отдать под суд. А в связи с тем, что получила всесоюзную известность подвига 28 героев, панфиловцев, их восстановили в должности и трибуналам уже больше не грозили. Зимой 1942 года советские войска отбили у немцев подмосковное село Петрищево. У одного из убитых солдат вермахта красноармейцы нашли фотографии казни молодой девушки. Так началась история другого знаменитого подвига, Зои Космодемьянской. Это вы подсекает конюшня? Да, я. Впервые о подвиге Космодемьянской написал военный корреспондент Петр Лидов в газете «Правда». О судьбе комсомолки ему рассказал очевидец, пожилой крестьянин. Его поразило бесстрашное поведение девушки перед казнью. Мне не страшно умирать. Она уже с петлей на шее, она это крикнула, что у нас в стране живет 170 миллионов человек, вы всех не перевешаете, что за меня все равно отомстят, что мы победим. И журналист написал статью о самоотверженной комсомолке. Девушка выполняла специальные задания в тылу врага и попала в плен. Зоя Космодемьянская ничего не сказала, назвалась Таней. Ей вырвали ногти, долго били. И на следующий день ее решили повесить. Тело висело до 1 января 1942 года, месяц практически. Немцы не давали ее похоронить. Зоя Космодемьянская присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Все факты проверила и подтвердила военная прокуратура. Но вот что важно. Девушка входила в диверсионную группу поджигателей. Об этом журналист умолчал. В советское время не говорилось о том, что она занималась, в общем-то, таким неоднозначным делом, скажем так. Она поджигала деревни, чтобы немцы не имели возможности спасаться от холода в деревнях. Не так давно была рассекречена и другая информация. После гибели Космодемьянской советское руководство отменило подобные диверсионные операции. Что делали немцы? Сожгли его дома одного крестьянина. Они выгоняли этого крестьянина или эту семью. Выгоняли на холод, ищи, живи где хочешь. И селились в другом доме. Вот и все. Некоторые послевоенные публикации утверждали, что подвиг совершила не Зоя, а другая комсомолка, Лиля Азолина. Но генетическая экспертиза доказала, что погибла все-таки Космодемьянская. Однако на этом разоблачение не закончилось. Появились свидетели, которые заявили, комсомолка страдала нервной болезнью. Тогда она училась в школе. Ее выбрали комсгруппургом, а потом не переизбрали. Человек был очень прямолинейный. Резкий в решениях, плохо находил какие-то позиции с товарищами. И после того, как ее не переизбрали, она из активистки ушла в себя. Потом лечилась в сокольниках в специальной школе целый год. Еле-еле окончила девятый класс. Позже выяснилась еще одна деталь биографии. Зоя родилась в семье репрессированных священников. Удивительно, как советские пропагандисты просмотрели эти факты. Зою Космодемьянскую на роль героини специально никто не выбирал. Ее история просто заинтересовала военного корреспондента. При этом он до конца не проверил факты. Также, по мнению ряда историков, журналисты прославили и красноармейца Александра Матросова. По официальной версии, стрелок-автоматчик Александр Матросов закрыл с собой амбразуру немецкого Дзота и спас свой отряд. Неужели и эта история художественные вымыселы? Что касается подвига Александра Матросова, простите меня, но не может человек закрыть амбразуру Дота или Дзота своей грудью. То есть закрыть-то он может, но толку от этого будет. Чуть-то он тут же, так сказать, свалится оттуда, с него убьют. Однако во время войны были зафиксированы сотни подобных самопожертвований, когда бойцы закрывали собой амбразуры. Неужели они все ошибались? Понятно, что пулеметные пули легко пробьют тело, лежащее вплотную к пулемету, и полетят дальше, но они летят вслепую. Главное, что при этом расчет пулемета на несколько секунд теряет обзор, и этих секунд достаточно другим бойцам, чтобы преодолеть поражаемое пространство. Они шли на амбразуру как матросов, защищая свою родину, своих близких, и понимание вот это, оно было возведено в очень какое-то мощное такое идеологическое сознание. В таком случае, почему всенародным героем стал только Александр Матросов? Опять дело случайности, что журналисты узнали о донесении командира, и журналист понял, что это красивая история, и это вовремя донесли до читателя, тем более, опять же, подвиг Матросова был приурочен к 23 февраля. Тем не менее, в постсоветское время историю Александра Матросова также пытались развенчать. Появились политизированные абсурдные версии, и юрнические, что он был в состоянии опьянения, понимаете, поэтому это произошло. Было даже официальное расследование, но ни один из этих фактов не подтвердился. Героем был каждый на войне и в тылу. Это вот совершенно очевидно, за исключением небольшого количества там перебежчиков или трусов. И все-таки, кому было нужно переписывать военную историю? Ведь Космодемьянская и Матросов – не единственные жертвы так называемого «разоблачения». Досталось и севастопольским морякам, и летчику Николаю Гастелло, не говоря уже о Жукове. После развала СССР журналисты бросились развенчивать вчерашних героев. Зачем это делалось? Наши эксперты объясняют это так. После развала СССР новым политикам важно было уничтожить лучшие страницы истории Советского Союза и показать, что вся она была построена на лжи. Но герои были. Лично я в этом не сомневаюсь. Пусть даже их подвиги выглядели иначе, чем в книгах и в кино.